И снова, наши юные читатели, мы приглашаем вас в мир поэзии, в мир природы и словесных красок. Сегодня мы познакомимся не просто с поэтом, а с поэтом-музыкантом, как его называл известный русский композитор Пётр Ильич Чайковский. Речь идёт об Афанасии Афанасьевича Фете. Любовь к поэзии у поэта пробудилась ещё в детстве. Он разыскивал стихи, заучивал их наизусть и рано начал сочинять. Для поэта было характерно посвящать свои стихотворения природе. И сегодня мы с вами узнаем, в чём особенность лирики Фета, с помощью чего поэт изображает красоту природы, а главное, мы научимся видеть эту красоту на примере стихотворения «Зреет рожь над жаркой нивой». Но прежде чем мы познакомимся со стихотворением, предлагаем вам прослушать музыкальный фрагмент пьесы композитора Петра Ильича Чайковского «Август» из цикла «Времена года». Прислушайтесь, и вы услышите в музыке перезвон серпов. Теперь таким орудием труда, конечно, никто не пользуется, есть более современная, например, комбайн. Но наши предки работали именно таким образом. В музыке вы почувствуете, как постепенно нарастает оживление, подъём, характерный для большой совместной работы крестьян. Но в середине фрагмента картина яркой народной сцены сменится на лирический деревенский пейзаж, на котором и развернётся сцена жатвы «Время уборки хлеба». Август. Для прослушивания фрагмента нажмите на паузу и используйте QR-код на экране с помощью камеры на мобильном телефоне. Раздолье, простор, рожь, русское богатство – это мы слышим в музыке и находим продолжение в картине Ивана Ивановича Шишкина «Рожь». Чувствуется роскошь золотого цвета налившегося зерна, которое может быть только в августе, когда урожай нужно убирать. А просёлочная дорога, полузаросшая травой и цветами, словно приглашает нас пройтись по ней и манит счастливыми открытиями. Итак, музыка, живопись, а теперь, достаточно погрузившись в настроение, в ощущения, прослушаем стихотворение Афанасия Афанасьевича Фета, которое в целом очень близко к живописи и музыке. Но вначале добавим несколько слов в наш словарик. Нива – засеянное поле. Прихотливы, причудливы. Так чаще всего говорят о ветре. Минул – прошёл. А смежает – закрывает. Зреет рожь над жаркой нивой. И от нивы, и до нивы Гонит ветер прихотливы, Золотые переливы. Робко месяц смотрит в очи, Изумлён, что день не минул. Но широко в область ночи День объятия раскинул. Над безбрежной жатвой хлеба, Меж заката и востока, Лишь на миг смежает небо, Огнедышащее око. Отметим сразу, что в стихотворении Описан один летний день, Несмотря на то, Что употребляется только слово «ночь». Но строка «меж заката» и востока, С ключевым словом «на миг», Который говорит о мгновенности происходящего, Но почему-то наше воображение Рисует полное лето, Целый цикл От созревания колосьев До жатвы хлеба. А итог – это зрелый колос, Налитый солнцем и дождём, Труд человеческих рук. Зреющая рожь вызывает чувство удовлетворения, Что зима будет сытной, Так гласит народная мудрость. Жаркое солнце Вознаграждает за труды Человека богатым урожаем. Вот и гонит ветер Прихотливы золотые переливы, Хотя, казалось, Всегда, что переливы Могут быть только в музыке, Но нет, У фета переливается цвет, От светлого к яркому жёлтому. Но если прислушаться, То можно услышать И переливы колосьев Благодаря причудливому ветру. В строках чувствуется Мягкое колыхание ветра. Именно эпитеты Золотые переливы И жаркая нива Выражают красоту полей. Прихотливый ветер И жаркое солнце Заботливо помогают колосьям созревать. Природа находится в гармонии С человеческим трудом. Во второй строфе Указывается на время После полудня. Месяц уже показался на небе, А солнце ещё не ушло. Для более выразительной передачи Смены дня и ночи В стихотворении Используется уже знакомое Нам олицетворение. Месяц смотрит, А день раскинул объятия. Поэт удивительно точно подбирает К природным явлениям глаголы Очень схожи с действиями человека. Минутная смена заката Выражается умением поэта Передать мгновение, Миг, В ярких красках. Автор одухотворяет природу, Наделяя её эмоциями человека. Месяц у него Робкий, Изумлённый. В третьей строфе Автор показывает, Насколько богато поле. Ниву он называет Безбрежным хлебом. Кажется, Что охвачена вся земля И вширь, И ввысь, Безбрежная, От заката До востока. Широка душа человека. Стихотворений Незримо ощущается Его присутствие. Именно его глазами Мы смотрим на богатство полей. Мы видим очень душевную картину И испытываем наслаждение. Сегодня Мы с вами узнали, В чём особенность лирики Афанасия Афанасьевича Фета. С помощью чего Поэт рисует красоту природы, А также мы научились Видеть эту красоту На примере стихотворения «Зреет рожь над жаркой нивой». Скоро лето. Оно быстротечно. И когда наступит август, Может быть, Вам придётся проезжать Мимо поля Похожего на жаркую ниву Сегодняшнего стихотворения. Остановитесь, Прислушайтесь, Смотритесь И полюбите Это по-настоящему Творение человеческих рук, Которое воспел Афанасий Фет В стихотворении «Зреет рожь над жаркой нивой». С именем Афанасия Афанасьевича Фета Мы завершили знакомство С русскими поэтами Девятнадцатого века, Которые в своих стихотворениях Разговаривали с нами Языком поэзии. Мы любовались красотой Осеннего и зимнего пейзажа Вместе с Александром Сергеевичем Пушкиным, Слушали разговоры листьев И следили за появлением Летней грозы Вместе с Фёдором Ивановичем Тютчевым И восхищались Августовскими переливами Безбрежного поля ржи Вместе с Афанасием Афанасьевичем Фетом. Мы узнали, как пейзаж превращается в пейзажную лирику И теперь вы точно знаете, что пейзажная лирика Это стихотворение о переживаниях, вызванных картинами природы Проверьте, насколько вы были внимательны И выполните тестовое задание Субтитры создавал DimaTorzok